Вопреки всем временным регламентам, начальник департамента здравоохранения Михаил Ратманов отчитывался перед правительством региона почти час о проделанной в 2014 работе. Снизить смертность и повысить качество лечебных услуг – такая задача стоит перед главным медиком губернии. В 2014 году умерло на 51 человека меньше, чем в 2013. Зафиксировано снижение смертности от заболеваний системы кровообращения, злокачественных новообразований и туберкулеза. Пятая часть жителей региона прошла диспансеризацию. Однако докладчик признает, что обследование – это довольно поверхностное. И несколько месяцев назад он дал поручение проверять население тщательнее, чтобы опасные заболевания можно было выявить на ранней стадии. Поставил задачу выявления онкологических заболеваний 5 случаев на 1000 осмотренных пациентов. В настоящее время эта цифра составляет 3,7 осмотренных. Мы повысили фактически на 35-40% эту задачу. Что касается лекарственных препаратов, в кризисный год проблем у медицинских учреждений с их приобретением не будет. Достаточный запас формирован. Подорожание в аптеках уже началось. Социальные аптеки не контролируют ни департамент, ни администрация областного центра. В январе месяце, по сравнению с декабрю 2014 года, рост цен на лекарства составил около 4%. Тогда как цены на препараты, не входящие в жизненно важный список лекарственных рез, составил рост до 15% по отдельным наименованиям. Цены на лекарства в Российской Федерации по экспертным оценкам в 2015 году вырастут на 20%. Долго обсуждали очереди в поликлиниках. Михаил Ратманов проблемным этот вопрос не считает. Сегодня перед заседанием правительства я посетил две поликлиники полвосьмого и в восемь часов. Это пятая и первая поликлиника. В зале 9 человек, в другой 5. К половине девятого два человека в одной поликлинике и 10 человек в другой поликлинике. При наличии от 4 до 5 регистраторов данное количество населения никаким образом нельзя назвать очередью. Общественный совет при департаменте здравоохранения провел свой анализ. Опросили пациентов ивановских поликлиник и выяснили, что каждый четвертый уже пользуется электронной регистратурой. Остальные предпочитают живую очередь. Среднее время, которое проводят пациенты в очереди в среднем в поликлиниках, составило 35 минут в городе Иваново и 42 минуты в городе Кохма. Больше всего в очереди проводят время пенсионера в среднем 51 минута. В половине поликлиника региона уже установлены видеокамеры, которые контролируют обстановку в регистратуре. Павел Коньков попросил подойти к этому нервному вопросу еще педантичнее. Должно быть регламентировано время ожидания госпитализации, время сдачи анализов, время записи к врачу, попадания к врачу-специалисту, время пребывания в очередях. И нужно, я вас очень прошу, хорошо, что вы сегодня пару поликлиник посетили с утра, но должна быть системная мера контроля. Речь шла и о других очередях. Павел Коньков дал поручение департаменту ликвидировать очередь на ЭКО. На 2015 год запланирована операция для 250 семей. Всего в листе ожидания более 400, пока не состоявшихся родителей.